В выборной гонке от Актюбинской области участвуют всего два кандидата. Наш корреспондент в регионе готов рассказать, как проходит голосование. Наталья Салькова на прямой связи со студией. Наталья, вам слово. Здравствуйте, Салтанат. Региональные депутаты приступили к голосованию в 10 утра по местному времени. Стоит отметить, что в Актюбинской области 186 депутатов. По разным причинам пятеро из них не смогли участвовать в выборах. Все остальные присутствуют в регионе и намерены воспользоваться своим правом выбрать представителя. Актюбинская область, Верхнюю палату парламента республики. О проведении выборов нам расскажет председатель областной избирательной комиссии Гульнара Кунбаева. Гульнара Насановна, скажите, пожалуйста, что касается явки избирателей. Насколько они были активными? Мы должны сказать, что эти выборы проходят в несколько других условиях, чем проводили мы, скажем, 3 года назад. Из 186 выборщиков, депутатов областного, городского и районных маслехатов, сегодня к нам приехали 179. К сожалению, 7 человек в связи с болезнью, в связи с тем, что эти люди находятся на больничных койках, они приехать не смогли. В ходе подготовки мы рекомендации Центральной избирательной комиссии и главного санитарного врача Республики Казахстан, которые подписали совместное постановление и практически описали все действия избирательных комиссий регионов. Значит, выборщиков просили мы, чтобы мы везде соблюдали социальную дистанцию при получении бюллетеней, при подходе к урне, при электронной регистрации. В этот раз, например, кабины мы сделали по этой же рекомендации без входной шторки, для того, чтобы любой выборщик не прикасался ни к чему. Заранее были розданы ручки, для того, чтобы не те ручки, которыми пользуются все входящие в эту кабину, а каждый был со своей одноразовой ручкой. То есть вот такие вот мелкие требования, чтобы этот. Все были в масках. Спасибо большое. Стоит отметить, что на избирательных участках сегодня действительно постарались соблюдать все санитарные нормы. В помещении проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств. Что касается непосредственно выборов, отметим, что в Октябрьской области изначально заявки подали шесть кандидатов. Один из них позже отказался от участия в выборах. У троих кандидатов были не все необходимые для регистрации документы. В итоге депутаты выбирали из двух кандидатов. Результаты выборов будут известны буквально в течение часа. А у меня на этом все. Студия. Спасибо большое. Это была Наталья Салькова. Спасибо. Спасибо.